МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на телеканале Ирбис в студии Владимир Чубенко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Более 2 миллиардов долларов планируют инвестировать бизнесмены из Китая. В областном Акимате обсудили проект строительства агропарка. В ДЧС призывают павлодарцев не паниковать при виде пожарной техники возле социальных объектов. Сроки завершения реконструкции дороги по проспекту Нурсултана Назарбаева назвали сегодня. Краши Казахстана, родины нет. Пробежку по достопримечательностям Байнаула совершил путешественник из Алматы. Павлодар, встречай! С 15 по 30 июня. Волки в городе. Грандиозное шоу большого российского цирка Шапито. Парк имени Гагарина. Билеты уже в продаже. Не пропусти. Категория 0+. Газоблок армированный по 450 тенге. Телефон 78-32-32. Костюмы ведущим предоставлены салоном мужской одежды «Ламберти». Агропромышленный парк намереваются построить в регионе китайские инвесторы. Дорогостоящий проект, который состоит из четырех этапов, сегодня презентовали Акима области. В первый входят сахарный, комбикормовый, мукомольные заводы, плюс птицефабрика, животномоческие и рыбохозяйственные комплексы. О переговорах бизнеса и власти Тимофей Голев. Китайский инвестор заявил, провинция Фуцзянь, откуда он приехал, густонаселенная. Более 300 миллионов человек. Для развития агропарка просто нет свободного места. Павлодарская область в этом отношении привлекательна. Стоимость всего проекта уже рассчитана. Общий объем инвестиций составит 2 миллиарда 300 миллионов долларов. На этом этапе мы готовы инвестировать 800 миллионов долларов. Для реализации нашего проекта мы 49 предприятий Китая в одну корпорацию объединим. В Болдарской области планируем начать 16 крупных проектов. Согласно китайскому проекту, площадь промышленной зоны агропарка составит 1400 гектаров, посевной 59 тысяч. Заводы, в том числе сахарный, комбикормовый и мукомольный, а также животноводческий, рыбохозяйственные комплексы и гусиная ферма, должны находиться на одной территории. Булат Бакаов резюмировал, учесть необходимо особенности региона. Агропарк не должен быть в одном месте. Мукомольный завод нужно строить в зерносеющем районе. У нас там есть элеватор, который на данный момент пустует. Можно его купить и рядом поставить мукомольный завод. Я уверен, что это намного облегчит вам работу. Кстати, инвестор заявил, работать в агропарке будут жители Павлодарской области. А вот выращенная и произведенная продукция экспортироваться в Поднебесную. Сегодня по этому проекту окончательно не договорились. Возникли нюансы. В августе Булат Бакаов намерен провести еще одни переговоры уже в Китае. Борьбу за чистый воздух продолжают вести в акционерном обществе иллюминий Казахстана. Здесь уже 8 месяцев функционирует новейшая станция экологического мониторинга из Швеции. Она в круглосуточном режиме фиксирует качество атмосферного воздуха. Суперконструкция стоит 120 миллионов тенге. Бизнес новости продолжит выпуск. Спонсор бизнес новостей, магазин сантехники и отопления Кереметснап. Всегда выгодно и комфортно. Неприметное место в районе поселка Зеленстрой, прямо на границе санитарно-защитной зоны. Именно здесь, благодаря меморандуму о взаимном сотрудничестве между государственными органами области и акционерного общества алюминий Казахстана, была установлена станция экологического мониторинга. Оксиды углерода и азота, диоксиды серы и азота, пыль и сероводород. Эти вещества контролируют установленные датчики. Мы запустили данную станцию в тестовом режиме с ноября 2018 года. С ноября 2018 года все данные идут в автоматическом режиме. И мы контролируем эти выбросы. И превышения у нас на сегодняшний день не было. То есть мы и раньше контролировали, но у нас есть передвижной экологический пост, который выезжает при восточном направлении, в восточном направлении ветра. К станции стоимостью 120 миллионов тенге подведено электроснабжение, а также имеются источники бесперебойного питания, чтобы показатели замеров приходили на сервер постоянно. Данные с газоанализаторов регулярно проверяются специалистами экологической службы. Загрязняющие вещества, которые попадают в спектр этого луча, анализируются газоанализатором и передаются на сервер. Сервер размещен в Швеции, мы не имеем доступа к этим показаниям. И сервер передает нам уже данные, необработанные данные напрямую. Другими словами, сотрудники предприятия никак не смогут изменить данные и вмешаться в работу станции. Подтасовка исключена, уверяют специалисты. С такой установкой превышение выброса выявить теперь не проблема. Во всей евразийской группе продолжается борьба за чистый воздух казахстанцев. Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Доля выпускаемой в области промышленной продукции составляет 6,5% от общереспубликанского объема. Наши предприятия за пять месяцев изготовили товаров на 773,4 миллиарда тенге. При этом индекс промышленного производства – 97,2%. Зато объем валовой продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства региона за январь-май 2019 – 45,4 миллиарда, или на 3,8% больше аналогичного периода 2018-го. Больше всего увеличилась численность птиц, почти треть которой сосредоточена в Щербактинском, лошадей, которых больше всего в Байнаульском, а также свиней – наибольшее количество этих сельхозживотных в Павлодарском районе. Объем строительных работ составил 32,1 миллиарда тенге, или 107,8 к январю-маю 2018-го года. Частными строителями, когда выполнено 86,4% от общего объема работ, на долю иностранных подрядчиков приходится 13,6. Закончено строительство 240 новых зданий, из которых 200 жилого и 40 нежилого назначения. Больше по сравнению с прошлым годом – объем грузоперевозок в регионе автомобильным и речным транспортом. С начала этого – почти 50 миллионов тонн. Товарооборот Павлодарской области с государствами-членами ЕАЭС составил 529 миллионов долларов. Преобладал экспорт – 59%, остальное – импорт. В общем объеме удельный вес России составил 97%, Республики Беларусь – 2%, Кыргызстана – 1%. Ольга Шкрет, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис». Спонсор бизнес-новостей – магазин сантехники и отопления «Керемет СНАП». Всегда выгодно и комфортно. Магазин сантехники и отопления «Керемет СНАП» ждет своих постоянных и новых посетителей. Для вас широкий ассортимент продукции. Водонагреватели, котлы длительного горения и дымоходы, радиаторы отопления, банные печи, смесители и система «Теплый пол». Здесь же вы можете подобрать стильную мебель для ванной комнаты, душевые кабины, санфаянс и многое другое. Самые лучшие цены в городе. Всегда действуют скидки и акции. Добро пожаловать. Улица Целковского, 24. Магазин «Керемет СНАП». Всегда выгодно и комфортно. Сотрудники полиции в ближайшее время переедут из спецсона. Экзамены на вождение будут принимать дистанционно. Таким образом, процесс получения прав станет более автоматизированным. Автодром спецсона пока на балансе Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Вопрос о передаче объекта местным исполнительным органам пока завис. Как, впрочем, это бывает и с самой программой. Например, в системе комитета госдоходов то и дело происходят сбои. База выдает некорректные данные, а страдают люди. Об этом повладарцы сообщили в департамент по делам госслужбы. По каждому обращению специалисты провели проверку и решили сами сегодня посмотреть работу спецсона. На автодроме была проблема, что немножко у нас асфальт проваливался. Но на сегодняшний день, как вы видите, все проблемы устранены. Машины все есть, техника вся работает. Как бы без проблем граждане издают теорию, потом после переходят на практику. Тесты на вождение можно сдавать три раза с интервалом 8 дней. В случае провала прийти в следующий раз разрешат через 6 месяцев. С начала года теорию прошли более 9 тысяч человек. Со сдачей практического экзамена – полторы тысячи. Зарегистрировано 31 тысяча автомобилей. В спецсоне пусто не бывает. По сравнению с тем, что было 10 лет назад, сейчас лучше, конечно. Быстрее, удобнее, лучше. Замечаний никаких нет? Пока нет. Не знаю, как будут провожать нас сегодня отсюда. В тот раз было быстро, в тот раз не знаю еще. А сейчас вы в очереди на что стоите? Сейчас переоформляем машину. Впереди еще одно новшество. При сдаче тестов исключается контакт с сотрудниками регистрационно-экзаменационного отдела. Полицейские меняют прописку. Проверять будут дистанционно. Алиял Мухамбетова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Паладарская область готова принять в летних оздоровительных лагерях 300 детей из города Арысь. Об этом глава региона Булат Бакаов написал в своем инстаграм-аккаунте. Также объявлен сбор средств, продуктов питания и одежды для помощи пострадавшим. Все подробности в обзоре социальных сетей. Спонсор новостей и соцсетей – мебельный салон «Женуя». Мебель для жизни. Напомним, на территории воинской части в городе Арысь Туркестанской области произошла серия взрывов. Начался пожар. Данные о пострадавших постоянно меняются. В больнице госпитализированы десятки людей. Сообщается, два человека погибли. Глава нашего региона Булат Бакао выразил готовность принять эвакуированных детей в летние оздоровительные лагеря и позаботиться о них. В областном филиале партии «Нур-Отан» создан штаб по сбору гуманитарной помощи. Павлодарские волонтеры тоже собирают деньги, продукты и одежду. А местные полицейские пожертвуют свой дневной доход. Горожане через социальные сети выражают недовольство. Жалуются на то, что все футбольные поля в городе заняты взрослыми мужчинами. Они арендуют площадки и играют там вместо детей. Пришли на футбольное поле в 22.40, а оно в очередной раз занято на просьбу освободить хотя бы одни ворота для игры детям. Игроки отвечали, что у них по времени игра до 23.00. Хотя в вывешенном на информационной доске графике все игры заканчиваются в 22.30. Играющие представили сотрудниками отдела спорта выражали явное неуважение по отношению к детям и их родителям, позволяя себе выражаться нецензурной бранью в общественном месте. В комментариях люди в большинстве своем поддержали родителей. Для детей строили, а эти лбы 30-летние орут до 12.00 ночи. Давно пора с ними разобраться. Мужики играют, а дети смотрят через сетку. Практически во всех футбольных площадках есть арендаторы с 19.30 до 22.30. Каждый день и нормально даже в футбол не поиграешь. Дети вечером смотрят, как дядьки играют. Слушают отборные маты на весь двор и куча пустых пластиковых бутылок. Разгуливающий по улицам Павлодара барашек набрал почти 26 тысяч просмотров. Пикантность и ситуация добавляет тот факт, что это видео было снято недалеко от одного из вузов. Горожане отнеслись к этому с юмором. Диплом чей-то убежал. А мировые социальные сети сегодня умиляются сотрудников американской полиции. В Питтсбурге спецотдел по борьбе с опасными преступниками потратил несколько часов на то, чтобы спасти маленьких утят, упавших в канализацию. Все это время мама-птица терпеливо ждала рядом. Спонсор новостей соцсетей – мебельный салон «Женуя». Мебель для жизни. Мебель – вот самое главное в любом доме. Именно она задает атмосферу комфорта и домашнего уюта. 20 лет мебельный салон «Женуя» помогает клиентам сделать свой дом уютным и красивым. Огромный выбор спален, гостиных, детских, мягких уголков от лидеров производителей России и Украины. От премиум-класса до элегантного и функционального эконома. Представленная в салоне мебель обладает изысканным дизайном и широкой цветовой гаммой, благодаря чему гармонично впишется в интерьер любого помещения. Мебельный салон «Женуя». Улица Академика Сатпаева, 253-1 ТОЦ. 29-летняя Гульсая Амирова просит о помощи. Она перенесла 5 операций и в итоге лишилась слуха. Молодой женщины двое детей, а работы нет. Квоту для взрослых для проведения бесплатного хирургического вмешательства Министерства здравоохранения не дает. Гульсая Амирова вспоминает. В 2016 году заболела гриппом со осложнением на уши. После экстренной операции исчез слух. Полностью. Врачи поставили протез. Но мир вокруг продолжал быть беззвучным. Нур-Султане аппарат убрали и посоветовали встать в очередь на получение квоты. Понадобился имплант. Спустя пару месяцев все изменилось. Подвело Министерство здравоохранения. По словам молодой женщины, помощь для взрослых отменили. Это единственный способ вернуть слух на 80%. Сама профессора сказала со стены. Этот имплант надо было 4,5 миллиона. Когда моя инвалидность составляет 33 тысячи в тенге. Такие алименты у меня на одного ребенка 12,5 миллиона. Откуда я найду 4,5 миллиона? У простого народа откуда такие деньги? Операцию могут провести в столичной больнице. Гульсая переехала к родителям в село Шакат. В семье работает только отец. Женщина воспитывает двоих детей и мечтает услышать их голоса. Алиял Мухамбетова, Арнагуль Исабекова, Дмитрий Моисеенко. Телекомпания Ирбис. Пожарные расчеты у здания драмтеатра имени Чехова переполошили повладарцев сегодня. Люди стали звонить в редакцию Ирбиса, сообщая о возгорании. На место выехал наш корреспондент. Несколько автоцистерн сегодня экстренно выехали к зданию драмтеатра. Пожарные развернули здесь операцию по тушению огня. Полыхнуло в зрительном зале. К счастью, все это лишь сценарий учений. Спасатели говорят, подобные объекты крайне сложны из-за планировки. Отработки в первую очередь для новобранцев, которые пока плохо ориентируются в подобных местах. Учения не последние. Летний период мы чаще проводим, потому что зимний период есть свои нюансы. Вода замерзает, то есть установка на гидрант уже не сможем отрабатывать. Поэтому упор идет на летний период. И учение сейчас у нас будет на объектах с массовым пробиваемым людей. Потому что есть возможность эвакуации, есть возможность более плотно отрабатывать с персоналом объекта. По словам спасателей, повладарцам не стоит опасаться. Встретить пожарные расчеты в ближайшие два месяца можно будет в самых разных местах. Это дома культуры, гостиницы, общежития. Сегодня же отработку провели за 20 минут. Вместе с тем проверили эвакуационные выходы. Артем Клеван, Антон Тыщенко, телекомпания «Ирбис». Полностью открыть дорогу на проспекте Нур-Султана Назарбаева обещают на следующей неделе. В отделе ЖКХ сегодня заявили ремонтные работы на стадии завершения. Какие участки осталось закатать, знает Азиза Исабай. Накануне дорожники закатали асфальт на восточной стороне перекрестка Назарбаева-Староигырова. Сегодня техника перешла в сторону моста и на западный участок от Естая до Толстого. Общая протяженность обновленного полотна – 8 километров. Два года гарантийный срок. Это по сохранности асфальтобетонного покрытия. В случае, если образуются просадки и провалы на тех участках, где производили работы Павлодар-Водоканал и тепловые сети, это лежит на гарантии именно коммунальных служб. Презентовать обновленный проспект Нур-Султана Назарбаева обещают в следующий понедельник, если погодные условия не подведут. Ездить по магистрали теперь смогут не только автовладельцы. Появилась велосипедная дорожка, общая протяженность которой более 10 километров в одну сторону. Азиза Исабай, Серико Нагбаев, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Сухие деревья в парке, затопленный подвал в доме по улице Камзина и дымящий пассажирский транспорт сегодня в мобильном приложении. Видео отправили зрители «Ирбиса». Смотрим вместе. Спонсор мобильного приложения «Торговый дом Мега» дарит скидки на белорусскую мебель и спальни, а также объявляет о новом розыгрыше, который состоится 30 ноября 2019 года. 25 июня 2019 год. Десятый маршрут едет по Академике Сапаева. Едет и дымит. Дымит нереально даже люди. Людей не видно. Людей задыхается на основке след. Это третий подъезд. Амам Гильда 50, дробь 2. Мусор, мусоропровода уже неделю не выносится. Вот смотрите, что тут творится. Вонь невозможная. Мусорщик не приходит, не убирает. Председателю КСК пишем, пишем, звоним. Он не реагирует. Сколько можно? Откуда будет у нас и крысы, и тараканы, и все, что угодно. Смотрим на набережную. Зреет конопля. Скоро созреет. Вот по ладаре как убирают. На людей наплевать. Парк Канаша Камзина. Посмотрите, он вымирает. Вымирает лес, погибает. Пожалуйста, примите меры. Обратите внимание, пожалуйста, кемат. С голодом. Канзина, 72, первый и второй подъезд. Это подвал. Пришли крыс травить. Воды здесь стоит. Вау. Коммунизация прорвала. И причем постоянно. Постоянно здесь полная антисанитария. Канзина, 72, первый и второй подъезд. Это подвал. Спонсор мобильного приложения Торговый дом Мега дарит скидки на белорусскую мебель и спальни. А также объявляет о новом розыгрыше, который состоится 30 ноября 2019 года. Мега скидки. Мега выбор. Мега мебель. Современные гостиные. Мега комфортные спальные гарнитуры. Идеальные обеденные зоны. Мега широкий ассортимент лучших российских и белорусских фабрик. Для любителей нестареющей классики. Изящные модели. Лаконичный модерн для мега современного интерьера. Огромный выбор мебели на любой вкус. Вас приглашает оценить новое поступление. Торговый дом Мега. Мега грандиозно. Новые прогулочные зоны появятся этим летом в Павлодаре. Две аллеи по Садпаево и сквер Восточный по Малой Сарыбатыра. На реконструкцию улиц выделено порядка 300 миллионов тенге. Подробнее о строительстве бульваров далее в сюжете. Улица Академика Садпаева от Каирбаева до Тарайгыра в ближайшее время преобразится. Здесь проведут реконструкцию. 40 люминесцентных светильников заменят на новые. Кроме этого на каждой стороне установят светодиодные лампы. 40 на западной и 76 на восточной. Сделают по 20 скамеек и урн. По периметру обновят остановки. А также появятся общественные туалеты. Туалеты будут установлены непосредственно на территории зеленой зоны сквера. Стоимость туалетов обозначена в сметном расчете согласно конкурсной документации. Туалет будет состоять из раковины, унитазов, нагревателей. Освещение также будет проведено. К ремонтным работам приступят, как только определится подрядчик. Покрытие будет таким же, как, например, в Актау и Костанае. Брусчатку уложат по необычной технологии, камни будут светиться. Презентовать бульвары обещают до окончания строительного сезона. К тому времени обновят и сквер Восточный, от улицы Российской до Большой объездной. По многочисленным пожеланиям жителей 2-го Павлодара, восточного микрорайона, было принято решение объявить конкурсную процедуру на реконструкцию данного сквера. Будут проведены работы по озеленению, устройства цветников, газонов, будут высажены новые деревья. Вдоль сквера Восточного установят 114 светильников, 20 скамеек и урн, детские и спортивные площадки, а также парковки для велосипедов. Гарантия подрядчиков по 3 бульварам – год. Стоимость каждого обойдется городскому бюджету более чем в 100 миллионов тенге. Азиза Исаба, Антон Тыщенко, Дмитрий Моисеенко, телекомпания «Ирбис». Забег по Баянаульскому национальному парку устроил путешественник из Алматы Александр Габченко. За один день он преодолел 25 километров. Маршрут включал в себя местные достопримечательности. Какие именно расскажет Азамат Айтхалин. Два перевала, горные хребты Жасыбай и Баянаул, озеро Тора-Игр, одноименный поселок, достопримечательности Кемпртас, Донатас, Найзатас. По такому маршруту совершил забег Александр Габченко. Проектом «Айран Казахстан» он занимается уже несколько лет. За это время успел преодолеть 6 многокилометровых дистанций. Сейчас я занимаюсь проектом «Айран Казахстан», суть которого в том, чтобы преодолеть, пробежать по одному трейлу, по одной дистанции в каждом регионе Казахстана. Я выбираю пересеченную местность без асфальта. Это какие-то ландшафтные природные достопримечательности, если есть национальный парк, национальные парки. Пейзажи Баянаула, признается Александр Габченко, поразили. После каждой дистанции путешественник убеждался – нет родины краше Казахстана. Философия его забегов проста. Я бы хотел просто этим проектом показать, что путешествовать в Казахстане, путешествовать внутри страны, в своем регионе – это так же круто и так же модно. А может даже и гораздо круче и моднее, чем выезжать за границу. Потому что у нас есть очень много крутых локаций. Впереди у Александра Габченко еще 8 забегов. Единомышленникам всегда рад. Азамат Айдхалин, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». 13-летние футболисты Иртыша одержали победу в Шемкенте. Павлодарцы нанесли поражение воспитанникам Академии «Онтустык» со счетом 2-1. Артем, ну а кто же сумел отличиться в составе наших ударами, результативными какими-то пассами? Игроки атакующей группы «Дусинбек» и «Куандык» – очень важная победа на выезде. Ну а смогли ли баскетболистки Иртыша отличиться сегодня, порадовать своих болельщиков, узнаете через несколько секунд. В связи со сложившейся ситуацией в родном городе, лидер второй футбольной лиги клуб «Арысь» будет вынужден играть на выезде. Сейчас эта команда на 9 очков опережает ближайших преследователей. Дубль Иртыша пока на седьмой строчке, коллектив «Аксу» – десятый. Тем временем в Павлодаре сегодня стартовал второй тур молодежного чемпионата страны по баскетболу. Большими баскетбольными турнирами павлодарцев радуют нечасто, а потому такие игры вызывают интерес. Наш город принимает матчи сразу в двух лигах среди мужчин и девушек. В первой встрече баскетболистки Иртыша на своем паркете принимали сборную Жамбульской области. По-хозяйски наша команда с первых же минут взяла инициативу под свой контроль. Особенно шикарно залетали трехочковые. Баскетболистки Иртыша грамотно и расчетливо довели дело до победы со счетом 78-32. Но уже следующие матчи для павлодарок станут трудным испытанием. Им предстоит встреча с фаворитами. Алматинки одолели Туркестан 66-60. Очень боевая хорошая команда местная. Это павлодарская область. Они уже на протяжении нескольких лет являются одним из лидеров молодежного чемпионата. Поэтому я думаю, что этот тур тоже будет довольно-таки интересен. Потому что впервые мы приехали в Павлодар. Именно молодежный чемпионат проводим здесь. Завтра в бой вступят команды мужского чемпионата страны. Бабет и Иртыш сразятся с коллективом из столицы. А девушки встретятся со сборной Алматы. Напомню, наши красавицы действующие чемпионки Казахстана. Шесть медалей привезли домой павлодарские боксеры. Молодые панчеры участвовали в престижном международном турнире в Кокшетау. Причем два спортсмена команды встретились в финале. Алмаз Узыханов и Сабр Ербулат вновь встретились в финале. Оба боксера из Павлодара друзья, но в ринге их не остановить. Так вышло, что два талантливейших спортсмена выступают в одной весовой категории 56 килограммов. А значит, одному из них было суждено сойти с дистанции. Алмаз Узыханов праздновал победу. Все бои были нелегкие, все соперники были достойные, все готовились на этот турнир. У всех было, ну как, у всех участников было желание победить. У нас система работает, как работает, знаете, вот Решито. К нам приходят маленькие детки, мы их держим, родители спрашивают, сколько вам платить за это, родители, чего платить им надо, мы деньги не берем. Потому что это дети, когда они подрастут, мы за них потом, их зачисляем в США, и потом там получаем за них зарплату. Ну, это остается, как сказать, сильнейший остается, с характером, кто настоящий мужчина. Старейший зал действительно готовит чемпионов. Бигзата Мангельдинов принес команде вторую золотую медаль. Павел Вдовичин и Айзар Кайрла – бронзовые призеры. Хотя потенциал у этих панчеров намного выше, говорят эксперты. На поражение сейчас как-то так не сильно не расстраиваюсь, потому что это опыт. Я буду дальше идти. У меня есть еще следующий год. Думаю, там стать чемпионом, буду усердно тренироваться, идти только вперед. Здесь очень сложные тренировки, такие же тренировки, как и на сборах. Много очень в парах дают, много спаррингов. Первый бой был с Алматинским, выиграл по очкам все 3-0. Второй бой был, конечно, с местным, Кокшитовским. Его тоже выиграл все по очкам 3-0. А вот в полуфинале я вышел с «Россиянином». Первый раунд у нас был как бы туда-сюда, а второй раунд уже начал инициативу брать в свои руки указания тренера. Бигзат Амангельдинов также получил приз зрительских симпатий от главного судей соревнований за лучшую технику. Пять медалей – большой успех для молодежной команды. Также в лидерах зачета бойцы из России. Стартовал чемпионат Азии по шашкам. Сборная Павлодарской области представлена в самом боевом составе. Лидер команды Махамбет Абдурахманов уже смог одержать две победы и всерьез претендует на золотую медаль. Другие интеллектуалы все свои силы сосредоточили на Ассыкату. Выставленные косточки в ряд игрок должен вывить из круга. По итогам городского чемпионата по Ассыкату определили самых метких и ловких. Интересно, что все награды завоевали исключительно девочки. Золотую медаль в очень непростом поединке сумела добыть Маляка Бекмагомбетова. Серебро у Даны Мутоляповой. Третья завершила свой турнирный путь Сабины Кабжалелова. Это является культурным наследием казахского народа. Поэтому данную идею мы решили продвигать подрастающему поколению. Мы не планировали чемпионов, грубо говоря, между собой, чтобы они устраивали соревнования. Все это будет проходить через дорогу внутри школ. Так в Павлодаре возрождают древние традиции кочевых народов. Ассык – одна из самых распространенных игр в странах Средней Азии. А у нас на сегодня все. Но завтра новый день и новые победы вместе с телекомпанией Ирбис. Спонсор прогноза погоды – Павлодарский государственный университет имени султан Махмуда Торайгырова. Павлодарский государственный университет имени султан Махмуда Торайгыроль – Павлодар – гражданированная в странах Средней Азии. Играет музыка. Играет музыка. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА